Добрый вечер. Здравствуйте. Новости бывают хорошие, бывают плохие. Мы пытаемся находить хорошие новости даже в плохих. Ведь новость, над которой посмеялась вся страна, автоматически становится хорошей. В эфире только хорошие новости в ежедневной программе Чисто Ньюз. Коротко о главном. В Беларуси успешно прошли первые опыты по клонированию человека. В Луганской области найден памятник Ленина с развитым чувством самосохранения. В Кишиневе начал свою работу Международный центр обмана и надувательств. Виталий Кличко до сих пор не знает, как попасть в кабинет бывшего мэра Черновецкого. А теперь об этом и многом другом более подробно. По-прежнему напряженной остается ситуация на украино-российской границе. По сообщениям от наших военных, Россия использует мощные акустические системы. Да. И устраивает войну нервов украинским пограничникам. По ночам с территории России доносятся звуки тяжелой техники, самолетные форсажи, грохот и лязг бусениц. Наши военные не теряются и отвечают тем же оружием, только с другими звуками. Хотим заметить, что после прослушивания половины альбома Ольги Поляковой, российские войска отошли от границы на 20-25 километров. Конфликт между министром внутренних дел Арсеном Аваковым и организацией «Правый сектор» на данный момент исчерпан. В результате переговоров МВД и «Правый сектор» подписали договор, цитирую, о дружбе и вооружении. С кем они будут дружить, а кого вооружать, пока не сообщалось. На очередной запрос от Министерства обороны Украины представитель МИД Германии официально заявил, что Берлин не планирует оказание военной помощи Украине. Это уникальный случай, когда слово в слово совпали новости за 2014 и 1943 годы. Напомним, что в начале недели в столице Германии прошли четырехсторонние переговоры, в которых приняли участие главы МИД Украины, России, Франции и Германии. Переговоры проходили в формате ужина, и, скорее всего, именно это повлияло на отрицательный итог. Вместо того, чтобы обсуждать проблемы, Сергей Лавров только и делал, что уплетал запрещенные в России деликатесы. Также, со слов посетителей ресторана, Сергей Лавров отправил двум красивым девушкам за соседним столиком гуманитарный конвой с шампанским и икрой. Новости экономики, а точнее экономии. Украина провела пробные поставки реверсного газа из Словакии. В рамках теста Словакия перекачала нам 10 тысяч кубометров, которые мы тут же перекачали обратно. Правда, со слов словаков назад почему-то дошло только 9 тысяч кубометров. Украинские ученые объясняют это тем, что трубы новые, и газ просто прилипает к стенкам. Во Львове школы могут перейти на шестидневную учебную неделю. Это сделано в целях экономии газа. По замыслу работников образования школьники быстрее пройдут положенную программу и уйдут на каникулы до наступления сильных морозов. Однако работники львовского ЖКХ считают, что эффективнее будет учиться не 6 дней в неделю, а 8 или даже 9. Тогда в школах в этом году можно будет вообще не топить. Напомним, что в прошлые зимы по нормам Министерства образования наши дети мерзли всего 5 дней в неделю. Глобальная экономия коснулась и работников пожарных частей. Так в Чернигове личный состав сократили вдвое. Городские власти Киева делают все возможное, чтобы облегчить жизнь простых граждан и при этом сэкономить бюджет. В пресс-службе Виталия Кличко заявили, что нашли оригинальный способ решения проблемы горячей воды в городе. Если в пятницу Киеврада утвердит поправку в закон Бойля-Мариотта, то уже с субботы вода в Киеве будет закипать при 80 градусах Цельсия, что значительно сэкономит бюджетные расходы. Хотим заметить, что сам Виталий Кличко не стесняется признавать, что у него нет опыта работы в хозяйственной сфере. И поэтому на днях он взял к себе советники настоящего профессионала в этой области. Музыканта и лидера группы «Вопли» Витоплясова Олега Скрипка. Он только приступил к работе, и пока в обязанности певца входит повсюду ходить за мэром и успокаивает его фразы, что после тяжелой зимы весна весна прийдет. Первый совет, который дал Олег Скрипка мэру столицы, заняться строительством общественных туалетов на Андреевском спуске. Во-первых, это облагородит город. А во-вторых, на Андреевском спуске находится ресторан «Канапа», который принадлежит Олегу Скрипке. И его задолбало, что посетители ходят к нему в туалет и ничего не заказывают. Помимо строительства новых общественных уборных на Андреевском спуске, киевская мэрия планирует обустроить уже имеющиеся. А именно, подъезд дома номер 7 по улице Воздвиженской, деревянный забор за рестораном «Гнездо» и кусты сирени за памятником Пулгакову. В целом, о проблемах города и своих планах на посту мэра столицы Виталий Кличко очень четко высказался вот в этом интервью. Сразу хотим предупредить, что в своем красноречии наш мэр уже обгоняет бывшего президента Украины. И просил бы также всех киевлян точно так же с особой составляющей обратиться к проблеме теплосбережения. Если вы думаете, что это все, на что способен новый мэр столицы, то вы ошибаетесь. Главную мысль он все-таки скажет. Да еще какую мысль? Подготовки к земле. К земле. К земле. И к земле. В общем, киевляне будет настолько холодно, что пора нам с вами готовиться к земле. А ну что ж, вот такие новости дарит киевлянам новая городская власть. А со своим прогнозом о том, что нам ждать от Виталия Кличко дальше, выступит наш эксперт из народа Евгений. В эфире наша постоянная рубрика «Рот народа». Евгений Кашевой. Всем привет, с вами я, Жека. И сегодня хотелось бы дать характеристику нашему новому мэру Виталию Кличко. Значит, ахиллесовая пята нашего городского головы – это, конечно же, голова. Поэтому ему в эту голову столько раз уже били, что иногда голова головы дает осечку. Одного, правда, у Виталия не отнять. Это вопрос он решает не словом, а делом. Потому что, когда он начинает говорить, вопросов становится реально больше. Но суть не в этом. Вопрос в том, что нам ждать от Виталия, от нового мэра. Что нам ждать, киевлян? Значит, давайте сначала вспомним, как Виталик прошел путь, как он стал мэром. Сначала он баллотировался в президенты, но потом Петр Алексеевич Порошенко что-то ему такое сказал, что он перестал баллотироваться в президенты и пошел в мэры. Тут вопрос, знаете, может, Виталик реально не знает, что круче президент, а не мэр? Или они с Порошенко что-то там придумали? Ну, не все они, а конкретно Петр Алексеевич. Кстати, вот Кличко, Виталик, мэр, парень разносторонний. Он слева и справа может уработать любого. Но для городского головы этого недостаточно, вот понимаете. Дальше. Говорят, что он неплохо говорит по-немецки. Круто. Уважаю. Согласен. Правда, если он говорит на нем так же, как на русском, то тогда я тоже неплохо говорю по-немецки. Просто сейчас-то немецкий городском на голове Киева. Зачем? Это в 41-м он мог бы пригодиться. А сейчас ни к чему. Вот вы, допустим, спросите, а вдруг Меркель приедет? А я отвечу вам, а вдруг не приедет? Ну, так просто, понимаете? Значит, как по мне, Виталик не дурак. Очень даже наоборот. Многие смеются над ним, что он ошибается. Ну, сказал он, киевляне, готовьтесь к земле. А он ничего не перепутал. Он сказал просто правду. Он просто думает на три шага вперед. Потому что, если взять всех бывших, как это сказать, городских голов, начиная с Мельченко и заканчивая Черновецким, то они все занимались землей. Поэтому Виталик ничего не перепутал, а просто сказал правду. То, о чем думал. Вот и все. Я вот думаю, знаете что, у Виталик как все получится. Он молодец. Ведь кто бы мог подумать 20 лет назад, что простой парень из Браваров станет чемпионом мира по боксу. Так вот, почему бы простому чемпиону мира по боксу не стать хорошим мэром? А нам с вами надо только подождать. Чуть-чуть. Лет 20. Живите четко и не косячьте. С вами был Жека. Пока. Спасибо Евгений за столь внятное объяснение. Мне кажется, что в этом рассказе о Виталии Кличко даже Виталий Кличко понял, о чем идет речь. Далее у нас полу-новости из полуострова. В Крыму продолжается транспортный коллапс. А пробка на Керченской переправе растет и на въезд и на выезд с полуострова. С одной стороны она уже достигла Симферополя, а с другой западных областей Индии. Напомним, что сложная ситуация возникла из-за неспособности паромов справиться с таким количеством машин. Единственное, что хоть как-то разгружает поток туристов, это поезд Симферополь-Москва. А вообще по вопросам российских туристов, отдыхом в Крыму в этом году многие остались недовольны. Проблема с транспортом, завышенные цены на продукты питания и даже традиционная фотография со змеей и то не у всех получилось. А на связи наш специальный корреспондент Артем. Артем, расскажите, какой сюжет вы приготовили сегодня. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Валерий. Самой обсуждаемой темой последнего времени является курс доллара, который поднялся уже до отметки 12,8. Я прошу прощения, как мне только что сообщили, за то время, пока я говорил эту фразу, он уже достиг отметки 13,2. Так вот, у меня вопрос к простым украинцам. Что нужно сделать для того, чтобы стабилизировать гривну и опустить доллар до прежней отметки? Нужно правительство и всех остальных опустить и опуститься в курс доллара. Чтобы страна стабилизовалась и все, что было самое наикрестное. Все. Все? Да. Это, я напоминаю, был ответ на вопрос, как нужно понизить курс доллара. Спасибо. Спасибо большое. Я даже не знаю. Наверное, надо поменять все-таки правительство, на мой взгляд. А по какому курсу? Ну, чтобы надо было поднимать. А! Логично. Шоп, не опускать. Сейчас не надо было его тогда поднимать. Круто. Что нужно сделать, чтобы сделать курс доллара меньше? Ну, надо его... продать. Ага. И потом его, чтобы забрали. Еще отдать, отдать банк, а потом, чтобы забрали его. Ага. А потом его должны отвезти в Польшу. И потом его должны забрать. Возможно, это у тебя папа так по этой схеме работает или нет? Нет. Доллар видели сколько уже, да? И... Эээ... Доллар меня интересует как художественная ценность, именно как люди вот на долларах. С щеками. А как бумага, он... И неинтересен. А как вот этих вот щекастых людей сделать меньше курс? Вот как? Щеки сдуть, в смысле? Ну, это вопрос не ко мне вообще. Это вопрос, наверное, к политикам. Ну, если они не могут. Значит, надо их гнать. Этих политиков. Я вообще не мета хотел сказать, но это хорошее дело. Давайте поддержим эту идею. Ну, как вот сделать меньше курс доллара? Ну, я вам скажу, что... Как же, я не знаю. Не знаю. Абсолютно. Ну, если... Да я понимаю. Ой, слушайте, ладно, можно подумать в Верховной Раде. Одни экономисты, да? Там тоже Ебракоя. Звездные. Ебракоя? Ебракоя. Ебракоя. Я вам больше скажу, там одни вот то, что вы сказали. Я это все прекращаю. Все. Все. Да. Закончили. Закончили. Все. Все. Надо возвращаться. Серьезно? Возвращаемся. Все. До свидания. Спасибо большое, Артем. Мы продолжаем. В Париже посреди белого дня двое грабителей напали на кортеж принца Саудовской Аравии и забрали его имущество. Полиция города просит о помощи всех граждан, которые что-то знают об этом инциденте, особые приметы преступников. Мужчины среднего роста, рядом с ними 50 верблюдов, груженных золотом. В белорусском городе Волкобыск неизвестные подожгли светофор. Это тот редкий случай, когда одновременно горели красный, желтый и зеленый. В Пекине за охранение наркотиков был задержан сын Джеки Чана, Джейси Чан. Полицейские заподозрили, что сынкины звезды наркоман, когда тот вынес из дома и пытался продать прохожим видеокассету с фильмом «Доспехи Бога» и отцовские нунчаки. Жительница китайского города Цинцзань по имени Ма Си Сюань впервые пошла в школу в 102 года. Она росла в тяжелое время, и уже с 13 лет ей пришлось работать, но теперь она вырастила девятерых детей и со спокойной совестью стала ученицей первого класса. Пожелаем же ей успеха в учебе. Мы хотим заметить, что с приходом в класс Ма Си Сюань вопрос «Кто будет старостой класса?» отпал сам собой. Президент российского концерна «АвтоВАЗ» шведский бизнесмен по имени Бул Андерсон принял решение пересесть на автомобиль «Лада». Теперь Владимир Путин во всех интервью на вопрос «Кто же будет ездить на российских автомобилях?» может смело отвечать «Я и Бул». Извините. Да, извините. А мы продолжаем. Вернемся к новостям Украины. На Одесской киностудии... Я не могу, я и Бул. Извините. Мы продолжаем. Вернемся к новостям Украины. На Одесской киностудии пересняли фильм «Хатико». Укртелеком позаботился о своих троещинских абонентах. Новые таблетки для похудения пока не пользуются спросом, поскольку лежат на нижних полках магазинов. По сообщению журнала «Форбс», несмотря на кризис в Украине, появилось три новых миллионера. По чистой случайности, все они работники военкоматов из разных областей страны. Министр МВД Арсен Аваков уже три дня не может исполнять служебные обязанности, потому что забыл пароль от Фейсбук. Новости экономики. Сегодня курс доллара остановился в районе отметки 13 гривен. Однако экономисты успокаивают население, так как 13 – это несчастливое число. Уже завтра курс доллара будет 14, а то и 15. А у нас на очереди новости спорта. В интервью спортивному изданию «Команда» нападающий «Динамокиев» Артем Кровец заявил, «Для меня существует критика только от главного тренера и моей любимой супруги». А вы знаете, нам кажется, что критика от тренера и от его жены звучит примерно одинаково. Вот так. Ты 45 минут пыхтишь, пыхтишь, стараешься, а на табло – 0-0. На чемпионате Европы в Берлине украинские прыгуны в воду завоевали серебро. Мы поздравляем наших спортсменов и хотим заметить, что в этом году популярность водных видов спорта в Украине резко возросла. Теперь для украинцев участие в таких чемпионатах – это не только способ проявить себя, но и уникальная возможность помыться в тепленькой воде. В Одессе прошли соревнования по новому виду спорта – валей бокс. Как вы поняли, настало время традиционного хит-парада сомнительных спортивных достижений. И на третьем месте сегодня футбольные медики, которые явно не знают, что такое командная игра. Что ж, на втором месте, ну, очень-очень сильный спортсмен. А на первом месте теннисист, который в своих соревнованиях победить не смог, но зато заслуженно побеждает в нашем хит-параде. Ну что ж, дорогие друзья, новостей на сегодня больше нет. А сразу после нашего выпуска «Чистой Ньюз» смотрите очередную серию любимого популярного народного сериала «Сваты». До свидания. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok